Искусство Ярославля XVII века отличалось столь ярким своеобразием, что в научной литературе возник термин «ярославская школа». Я позволю себе сейчас процитировать нескольких своих предшественников, чтобы просто понять, насколько Ярославль выделялся всегда и как рано это было замечено. Еще Андрей Михайлович Павлинов в истории русской архитектуры, которая вышла в свет в конце XIX века, выделил особый ярославский стиль. А ярославский краевед Иларион Александрович Тихомиров писал в начале XX столетия. Ярославские храмы выстроены в особом, свойственном лишь ярославскому краю пошебе. Между тем, с одной стороны Ярославля был царствующий град Москва, с другой – Владимир и Суздаль, с третьей – Новгород, из которых каждый выработал и развил свой пошеб зодчества гораздо раньше Ярославля. Но Ярославль не подпал влиянию ни одного из этих средоточий русской образованности, а создал собственное искусство. В этом отношении наблюдается скорее обратное влияние Ярославля на других. Об особенностях ярославской иконописи XVII века писали Станислав Иванович Масленицын, Вера Григорьевна Брюсова и, конечно, Ирина Петровна Булатцева. Вера Григорьевна Брюсова считала, что, несмотря на первоначальную общность иконописи Москвы и Ярославля, в дальнейшем, цитирую, иконописцы разных направлений пошли своим путем. В Москве преимущественное внимание было обращено на совершенствование технического мастерства, виртуозность и изящество живописи, и уже затем появляется эклектическая сбивчивость стиля. Ярославская школа показала последовательную приверженность к иконописному методу и сумела удивительным образом соединить это с подлинным иконографическим взрывом в области сюжета. Марина Михайловна Постникова-Лосева, говоря о ювелирном искусстве Ярославля, подчеркивала, что Ярославль можно с полным правом считать одним из самых ярких, значительных и интересных местных центров серебряного дела в XVII веке. В формах орнаментации ярославских серебряных изделий ярко выражены совершенно особые местные стилистические варианты. И тем не менее при ближайшем рассмотрении в ярославском искусстве XVII столетия обнаруживается множество особенностей, тесно связанных с Москвой. Это вполне естественно. Ярославский князь Александр Федорович, прозванный Брюхатом, был верным союзником московского великого князя Василия Темного в его борьбе за престол со звенигородскими князьями. В 1463 году он уступил свое княжество, добровольно уступил в обмен на вдвое большее владение в Белозирии, Ивану III. Но тем не менее номинально он остался князем ярославским и проживал в городе до самой своей смерти. Причем в знак его выдающихся заслуг ему единственному из всех удельных князей оставили право чеканки собственной монеты. Вот здесь под номером 19 это как раз монеты Александра Федоровича. Его сын Даниил Пенна в конце XV века был великокняжеским наместником Ярославля, а в 1500 году стал московским боярином и членом Боярской думы. Когда в 1501 году в Ярославле случился опустошительный пожар, повредивший все существовавшие в то время храмы, в город прибыли мастера московского великого князя. Спасский собор Спасо-Преображенского монастыря, существующий до ныне, слава богу, по архитектурным формам вплотную примыкает к кремлевским постройкам. Его крестовые своды находятся на одном уровне, как в Успенском соборе Московского Кремля. Достаточно редкое, кстати, явление. Высокий подклет, двухъярусная открытая галерея, три главы завершения, кокошники в основании центрального барабана и форма аркатуры восходят к кремлевскому Благовещенскому собору. Но надо учитывать, что у Благовещенского собора вначале было три главы. А черты Архангельского собора заметны в круглых окнах-закомарах, в решении порталов и в некогда существовавшем резном декоре, который включал ни больше ни меньше, как позолоченная белокаменная раковина. И существует гипотеза, достаточно основательная, строительство Спасского храма итальянским зодчим, присланным из Москвы. Первой каменной постройкой, возведенной после смутанной Ярославском посаде в 20-е годы, стала церковь Николы Надейна. По предположению Добровольской, ее строили московские мастера, вызванные в Ярославль заказчиком, государевым гостем Надеем Святешниковым. Московские черты в ней очевидны. Это и ступенчатые сводики внутри, под барабанами малых глав, и сама композиция с двухъярусной галереей и с бестолбным миниатюрным пределом, круглые окна в закомарах, аркатурно-колончатые пояски и заглубленные ширинки с квадратными или ромовидными вставками. Но, скорее всего, конечно, не без участия московских зодчих и не без ориентации на собор Успенский Московского Кремля строили и одноименный собор в Ярославле. Аналогичную картину можно наблюдать и в области живописи. Интерьер Спасопреображенского собора был расписан в 60-е годы XVI века тремя москвичами и двумя ярославцами. Алексей Викторович Федорчук выявил несомненное и значительное влияние иконного убранства Благовещенского собора Московского Кремля середины XVI века на иконопись Ярославля, в том числе прямой заимствой иконографии, вероятно, через прорезь из кремлевских икон. А вот сейчас вы видите храмовую икону Спасопреображенского собора, а рядом с ней преображение, которое приписывается Феофану-Греку и происходит из Переславля-Залесского. То есть это совершенно несомненно использование такой, я бы сказала, высоко статусной, престижной иконографии. В церкви Никола Надейна там работали по росписи шестеро москвичей, шестеро костромичей и четверо ярославцев. Итак, Ярославская школа изначально предстает как вариант московского искусства. И это вполне понятно, потому что формирование искусства Ярославля происходило в эпоху централизованного русского государства, когда термины «российское государство» и «московское царство» по наблюдению Сигурда Отковича Шмидта были тождественны. Москва выступала дающей стороной, учитывая не только непосредственную работу в Ярославле московских мастеров, но и московскую традицию. Этот процесс продолжался в обновленных формах и в 40-е и 50-е годы XVII века. В начале 40-х годов по царскому повелению был расписан заново, хотя с соблюдением старой иконографии, Успенский собор Московского Кремля. К работам помимо московских иконописцев привлекали мастеров из других городов, и среди них были ярославцы, хорошо здесь известные, Севастиан Дмитриев, Константин Ананев, а также Харитон Семенов, Матвей Иванов и Никита Федоров. Нет сомнений, что они, как и другие участники этого масштабного проекта, а всего там трудилось около 100 человек, должны были унифицировать свои индивидуальные манеры, а в ряде случаев и повысить свою квалификацию, поскольку именно копирование хороших образцов было фактически единственным способом обучения иконописания. Есть хорошие образцы, будет хороший результат, нет, соответственно, нет. Возглавляли там работы московские жалованные иконописцы, и, вероятно, они-то и следили за выработкой общего стиля, который стал базой для развития всей русской иконописи XVII века. Если обратиться к самой знаменитой из ярославских церквей, ставшей просто символом ярославского зодчества XVII века, к церкви Ильи Пророка, построенной в середине XVII века ярославскими купцами-скрепинами, то истоки ее композиции и декора представляются достаточно очевидными, лежат в том же самом московском русле. Центральный объем – это четырехстолбный храм с позакомарным покрытием, с мощным широко расставленным пятиглавием, явно апеллирует к образу Кремлевского Успенского собора. Северный предел Святых Горья Самона и Авима, завершенный высокой горкой кокошников, напоминает как годуновское зодчество, так и московские посадские храмы. По-московски выглядит и шатровая колокольня. А в Торище колокольня, стройный шатер из положенского предела, просто до удивления напоминает шатер церкви Зосима и Саватия в Троице-Сергиевой лавре. Не только пропорциями, но и довольно редким приемом перебивки пилястра окном. Предел расположения был построен для хранения драгоценной реликвии, части ризы господней, переданным царем братьям Скрипинам. Поэтому возможно, что шатер расположенского храма имел прообразом не только сравнительно скромные шатровые московские храмы первой половины XVII века, но и царские храмы XVI столетия, когда вот эта шатровая форма воплощалась монументально. В дальнейшем ярославские заказчики и мастера упорно придерживались однажды наземного типа и строили большие пятиглавые храмы с галереями, папертями, с крыльцами, пределами, причем над алтарными апсидами устраивали тайники. Это наглухо закрытые и, очевидно, нефункциональные помещения во втором ярусе. В литературе они даже получили название «Ярославский тайник». Очевидно, эта особенность повторяет решение алтарной части Московского Успенского собора, где Аристотелев Ярованти устроил такой тайник впервые в русском зодчестве. Ну и, наверное, все-таки там предполагалось его как-то функционально использовать, но не случилось. В принципе, ярославские храмы второй половины XVII века были достаточно разнообразны. И вот Вячеслав Иосифович Сафронов в своей диссертации выделил целый ряд их разновидностей. Причем интересно, что он, скажем, там выделяет храм-городок. И действительно, вот каждый такой храм, он просто городоподобен. Но практически все они, кроме небольших зимних храмов, тяготели к монументальному соборному типу в его московско-кремлевском варианте. И вот подобная приверженность к типологии XV века, она вроде как выглядит анахроничной. В самом деле, в Москве уже в 1630-е годы появился тип небольшого, бестолбного, но очень богато декорированного посадского храма. Причем наиболее известный совершенно его образец, церковь Троица в Никитниках был построен как раз для ярославского купца, значит, государевого гостя Григория Никитникова. И Троицкая церковь, она сразу же вызвала подражание в других городах. Сотоварищ Никитникова Тарасий Борисов, тоже из гостиной Сотни, по прозвищу Богдан Светной, построил Троицкую церковь в Муроме, а вслед за ним, это все 40-е годы, устюжский купец Никифор Ревякин финансировал строительство Вознесенской церкви в Великом Устюге. Однако для Ярославля, вот как ни странно, на первый взгляд, новый и весьма эффектный тип оказался совершенно неактуальным. Единственный ярославский бестолбный храм с горкой кокошников, это Богоявленская церковь, монументальными размерами и торжественной симметрией гораздо ближе к четырестолбным ярославским же постройкам, чем к московским посадским храмам. Учитывая тесную связь с Москвой и большие материальные возможности ярославских заказчиков, можно с уверенностью утверждать, что ретроспективизм ярославской архитектуры объяснялся не недостатком, конечно, средств и не периферийной отсталости, а совершенно сознательным предпочтением определенных форм. В этом Ярославль отличается от других художественных центров XVII века, которые, как мы видели, ориентировались в первую очередь на современное и московское искусство. Что же стало причиной вот такой приверженности ярославцев к формам времени Ивана III? Для ответа на этот вопрос, как мне кажется, следует обратиться к истории Ярославля XVII столетия. В 1612 году этот город, как известно, стал центром второго ополчения и на четыре месяца взял на себя функции столицы государства. Нижегородский войсковой совет всей земли в Ярославле был реорганизован, созданы органы центрального государственного управления, приказы. Ярославское правительство назначало воевод, проводило переписи, составляло платежные книги, организовало сбор налогов и формирование ополчения, куда принимали в частности добровольцев из посадских людей и государственных крестьян. Это что-то такое вообще просто фантастическое. Именно в Ярославле возникла идея, осуществленная годом спустя выбор царя на земском соборе. Современные историки и в первую очередь ярославские отмечают важнейшую роль этих событий для самосознания ярославских посадских людей и для повышения статуса города. Говоря коротко, Ярославлю на некоторое время были делегированы столичные функции самого высокого ранга. Для Древней Руси подобный прецедент был совершенно исключительным. Единственная аналогия, переезд Ивана Грозного в Александровскую Слободу, она не может сравниться с ситуацией 1612 года, так как с учреждением Опричнины прежняя столица продолжала существовать в прежнем качестве. То есть можно говорить не об утрате Москвы и столичных функций, а о появлении побочной мини-столицы, перехватившей часть управленческих и политических аспектов. В 1611-1612 годах в Москве не было правительства. Там стоял кольский гарнизон, естественно, не осуществлявший руководство государством. Поэтому Ярославль стал не второй побочной, а единственной столицей России. Реальное обытование Ярославля в качестве столицы было кратким, но чрезвычайно значимым для его граждан и не только в престижном, а, судя по всему, и в сакральном плане. Можно думать, что столичность, будучи однажды получена, мыслила с неприходящим качеством объекта, так же, как и царский титул. Здесь надо вспомнить, что Касимовский царевич Симеон Бегбулатович, который шутовски был посажен на московский престол Иваном Грозным и после удаления в Тверской удел продолжал жить по-царски. Он обладал судебным иммунитетом, имел свой двор, соответствующий штат придворных и даже приказы, которые ведали делами удельного княжества. И в конце XVI века, уже попав в опалу при Годунове, он построил в селе Кушалино вот эту вот свою придворную церковь, декорированную белокаменными раковинами. Современные исследователи отмечали, что подобный декор, заимственная усыпальница московских великих князей и царей Аркангельского собора, имел четко выраженный смысл знаков царственности. А для ярославцев вот такими знаками столичности стали формы московских кремлевских соборов времени Ивана III и его сына. Заметим, что ополчение Пожарского двинулось на освобождение Москвы после молебна в Успенском соборе Ярославля, и в Спасском монастыре. А Земский собор 1613 года, избравший на царство Михаила Романова, заседал опять-таки в Успенском соборе, но только московского Кремля. В свою очередь Михаил по дороге в Москву прибыл в Ярославль и остановился в Спасском монастыре, где и праздновал Пасху. В память об этом дьяконники входа Иерусалимской церкви, построенные рядом со Спасским собором в 1617 году, устроили предел преподобного Михаила Малеина, святого покровителя Михаила Романова. Не безинтересно, что предел такого же посвящения появился в том же году и в московском Кремле, при соборе Вознесенского монастыря, где проживала мать Михаила, инокиня Марфа. Ну а Ярославский Успенский собор, как я уже говорила, был просто целенаправленно отстроен в столичных формах. Столичность, как специфический многоаспектный феномен, лишь недавно стала предметом специального изучения, в частности культурологии, хотя тут основной вклад внесли географы, которые выделили ряд параметров столичности. Но прежде всего это наличие центральных функций высокого ранга, то есть правительственных, которые обеспечивают столице лидерства не только в политических, но и в других отношениях, поскольку аккумулирует экономический, финансовый и культурный потенциал. И инновационная роль принадлежит именно столицам, откуда нововведения распространяются на периферии. В результате сосредоточения в столице с одной стороны крупных капиталов, а с другой политической воли и сосредоточения высококвалифицированных мастеров всякого рода создается специфическая столичная среда, и наиболее заметное ее выражение – это архитектура. Некоторые признаки, обязательные для столицы, могут существовать и в других нестоличных образованиях. Но так столица – это обязательно важнейший транспортный узел, где осуществляется стыковка внутренних и внешних связей страны. То же самое можно сказать, например, по поводу Архангельска и Астрахани. Но тем не менее, разница очевидна. Оба города, в отличие от Москвы, размещаются на периферии государства, и они имели преимущество транзитное значение, в то время как обычное свойство столицы – это ее центральное местоположение и центростремительная направленность транспортных потоков. Что касается Ярославля, то он по типу транспортных связей значительно ближе к Москве. С середины XVI и до конца XVII века город находился на пересечении важнейших торговых путей русского государства. Внешняя торговля шла по Волге через Астрахань и Казань на восток, а через Северное море и через построенный в 1584 году Архангельск в Западную Европу. Во внутренней торговле приоритетным направлением была Сибирь через Сольвачегодской Великий Устюг. Благодаря развитию торговли в Ярославле появился еще один признак столичности – концентрация капитала. По размерам торговой пошлины город уже в 1634 году оказался на третьем месте в государстве после Москвы и Астрахани, а по количеству посадских дворов он уступал только Москве. Как и в столице, рост благосостояния жителей вызвал рост заказов на строительство храмов, вот эта реконструкция Ярославля начала XVII века. И вот вспомните, что мы видим в конце XVII века. То есть оформление среды, если не идентичной московской, то, несомненно, обладающей качеством столичности. Тесная связь с Москвой и успешное преодоление средневековой ригидности позволил ярославцам быть в курсе всех московских новаций и даже, возможно, принимать участие в их разработке. Не случайно в защиту живоподобной иконописи ушаковского типа выступил выходец из Ярославля Иосиф Владимиров, который продемонстрировал прекрасное знание материалов Вселенских соборов святоотеческой литературы. Предполагается, что Иосиф работал над росписью уже упоминавшейся московской церкви Троица в Никитниках, одной из первых, где в качестве образца были использованы западноевропейские гравюры. В дальнейшем эти гравюры, позволившие продвинуть русское иконописание в сторону новоевропейского искусства, стали основой для множества фресковых циклов второй половины XVII-начала XVIII века, которые создавались артелями ярославцев и гостромичей, в том числе в Москве. Таким образом, столичная функция инновации была перехвачена ярославцами. Чрезвычайно интересно, что при составлении словаря московских зодчиков XVII века оказалось, что значительную долю из них в последние четверти столетия составляли крестьяне из ярославских сел и деревень. Ярославцы постоянно подряжались к розным государственным строельным делам, а это значит, что среди них были профессионалы, которые могли не только работать в артеле, но и руководить ей. Таким профессионалом, например, был Макар Иванов, который работал в Измайлове, любимой царской усадьбе. Вместе с костромичом Никитой Васильевым он взялся строить колокольную при церкви Иосафа Царевича против чертежа, каков чертеж учинен. Работа по чертежу хотя бы условному свидетельствует о высокой для XVIII века квалификации ярославского зодчества. А ярославский мастер Федор Тихонов, крестьянин села Серепово, обогатил Москву двумя незаурядными храмами в дворцовом селе Алексеевском и в Кремле. И церковь Тихвинской Богородицы в Алексеевской справа имеет много совершенно нетрадиционных особенностей, ну скажем, хоры, которые раньше соединялись с царским дворцом, вот эти вот огромные вытянутые по вертикали оконные проемы. Завершается храм горкой кокошников, как церковь Троица в Никитниках. И на примере вот этих храмов хорошо видно, что ярославские мастера умели строить здания самого разного облика, такие, какие никогда не строили в Ярославле. И это дополнительно подтверждает высказанную нами мысль о сознательной ориентации ярославских жителей на московские кремлевские соборы как квинтэссенцию столичности. Ярослав в XVII веке выступил в качестве двойника дублера Москвы. Это нашло отражение в известной поговорке «Ярославль – городок, Москвы – уголок». Интересно, что жители других регионов в Москве дразнили гусятниками, кособрюхими, толоконниками, щепоедами, кухорезами, в общем, всячески изгалялись, а при ярославцах говорили «ярославцы – все красавцы». Отношения Москвы и Ярославля в области художественной жизни в XVII веке строились на основании своеобразного паритета, взаимодополнения и взаимообогащения. Эта модель была новой для русской культуры. Она сложилась в условиях политически централизованного, но культурно-полицентричного государства в результате особой исторической ситуации XVII столетия. Ярослав здесь абсолютно уникален. Благодарю за внимание. Здравствуйте. Спасибо большое за интересный доклад. Меня зовут Анастасия. Я являюсь студенткой Ярославского государственного университета, исторический факультет направления туризм. У меня возник такой вопрос. Почему в XVII веке, когда, казалось бы, расцветы Ярославля, золотой век Ярославля, и тут иконописцы используют западноевропейские гравюры? Спасибо. Это очень хороший вопрос. Это произошло потому, что Россия объективно сближалась с Западной Европой, в общем-то и с Восточной Европой, поскольку она осуществляла переход от замкнутой локальной средневековой культуры византийского типа в более широкую общеевропейскую общность, которая тоже, конечно, стояла отчасти на византийских корнях. Трудно сказать, почему это происходит, но вот хоть ты умри, как говорится, а когда происходит переход от средневековья к новому времени, где бы он ни происходил, в Италии, в России, в Китае, почему-то всегда возникает прямая перспектива. То есть очевидно человек нового времени начинает видеть мир по-новому, и отсюда меняются живописные принципы приема. И вот западноевропейские гравюры сыграли для нас ту же роль, что играли, скажем, античные росписи для Италии. То есть они стали образцами, опираясь на которые можно было как бы легко и достаточно безболезненно осуществить переход из одной системы в другую. Ну и вот ярославцы здесь были застрельщиками. Здравствуйте, Семенихина Ольга, экскурсовод. Мы часто встречаем и в ярославских храмах сюжет «София, премудрость Божия». Но это новгородская иконопись. Значит ли это, что у Ярославля были связи с Новгородом? Да, вы знаете, связи, безусловно, были. И торговые связи, и культурные связи. Что касается иконографии, то Новгород вообще много на кого повлиял. И вот, конечно, «София, премудрость Божия» – это действительно типично новгородский сюжет. Кстати, в качестве хохма скажу вам, если вы еще не знаете, что Фоменко объявила, что Ярославль – это и есть Новгород. Но если говорить серьезно, то, конечно, ярославцы восприняли вот этот сюжет. Вообще-то «София, премудрость Божия» – это известно. Она происходит из западноевропейских, немецких, в частности, достаточно сложных мистических учений о девстве. Но ведь ярославцы и здесь изменили эту иконографию и создали варианты, которые так и называются Софии Ярославской. Студент первого курса факультета филологии и коммуникации ЯРГУ. И у меня вот такой вопрос. Все-таки своеобразие Ярославля в XVII веке, оно возросло или наоборот? Я считаю, что оно, безусловно, возросло. То есть, оставаясь как бы вот в том же общероссийском и промовсковском русле, оно, несомненно, именно в XVII веке достигло своего наивысшего качества. И поэтому, знаете, когда говорят «ярославская школа», вот я же не случайно начала с этих цитат, что, значит, люди из разных областей, из разных профессий, совсем разных как бы сфер, они все выделяют это ярославское своеобразие. И везде они его выделяют именно в XVII веке. Вы сказали о том, что присутствие раковины в закомаре является неким намеком на присутствие, скажем так, высочайших лиц. И это касается вообще... Я поняла ваш вопрос. Да-да-да. Нет, это, собственно, эта мысль была высказана Андреем Леонидовичем Баталовым на основе анализа несохранившегося собора Венесенского монастыря в Московском Кремле. Но это как бы вот знаки царственности, это, конечно, хронологически ограничивается XVI веком, потому что в XVII веке там уже, понимаете, разливанное море этих раковин, это же очень красивый мотив. А кроме того, он же символический, поскольку как раковина содержит в себе жемчуг, так Богоматерь содержала в себе бесценную жемчужину Христа. Ну, поэтому вот это вот пошло уже как бы сплошь. Но, понимаете, с другой стороны, конечно, раковины, они иногда трансформировались, ну, просто во что-то такое, там, непонятно, типа солярного знака. Но, в принципе-то, раковины вот такие хорошие, красивые, они всегда на качественных постройках. Так что вот какой-то такой момент все-таки аллюзии, что да, это вот откуда-то идет статусно, он сохранился. Меня зовут Барыша Фикторовна, студент заочного отделения Ярославского педагогического университета. Какой у меня вопрос, Ирина Ленина? Не кажется ли вам, ну, вы же много приезжаете лет в Ярославль, что в последнее время в связи с таким большим строительством в центре города Ярославль не точно улучшается, а ухудшается с точки зрения архитектуры древней. И, скажем, например, как пример вот этого строительства или другие примеры еще? Я вас понимаю, вы знаете, я не могу вот и никогда, очевидно, не приму Успенский собор, который у вас здесь, так сказать, вот этот вот ляпнули, как бы совершенно, так сказать, не в ярославском стиле и не в тех масштабах абсолютно, понимаете? Вот как бы мне кажется, что с этого началось, потому что это было, очевидно, воспринято архитекторами как, так сказать, вот такой знак, что теперь все можно. И они начали. Я совершенно не считаю, как некоторые мои друзья и коллеги вот из московских органов охраны памятников, что ничего нельзя трогать. Нет, что-то можно и нужно. Значит, но здесь нужно в каждом конкретном случае вот разбираться, насколько это органично вписывается, значит, если это замена какого-то здания, то, соответственно, значит, что это было за здание и было ли, так сказать, реально, актуально и целесообразно его сохранить. Поэтому, конечно, вот такое вот строительство, которое сейчас началось, оно внушает опасения, вот честно скажу. Соловьёва Марина, экскурсовод. Какие в Ярославле были общерусские чтимые святыни? Знаете, со святынями тоже совершенно прекрасно, потому что, как вы, конечно, все знаете, вот первые князья, которые были канонизированы, Фёдор, Давид и Константин, это 1463 год, это как раз вот год перехода Ярославля под руку Москвы, и летописец по этому поводу даже, так сказать, высказался довольно ехидно, что ненадобро явились Ярославцы, Ярославлю – это чудотворцы, что там великий князь отнимал у Ярославского князя его отчины. Вот, понимаете, это совершенно не то. Вот Новгород – это действительно республика, которая до последнего билась за свою самостоятельность. Здесь смысл прославления этих чудотворцев был совсем другой. Ярославль входит в состав московского государства, где есть свои чудотворцы – это и ростовские святители, и московские святители, а Ярославль входит без ничего, понимаете? Ну как? Поэтому, соответственно, нужно считать, что мощи Фёдора, Давида и Константина – это был такой драгоценный дар, принесённый Ярославлем в общерусскую копилку святости. И 1501 год, когда, соответственно, открыли могилы Василия и Константина Ярославских, это дополнительно, а в XVII веке, конечно, это замечательная история со списком романовским богоматери Казанской, которая просто чудеса творила. И очень как раз показательно, понимаете, что это святыня именно смутного времени и равнопочитаемая как в Москве, так и в Ярославле. Так что спасибо большое за этот вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ РАДИСМЕНТЫ РАДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok